Всем привет! Добро пожаловать в эфир! Рада быть снова с вами. Песах Кошур и СМХ. Мы сейчас находимся в замечательное время, в замечательном празднике Песах. Это особое время, которое нам не нужно терять зря, потому что в праздничные дни, сейчас в будни, называется Холь Амоет. То есть это будние дни, но они праздничные, они не такие, как Йом Тоф, с запретами устрожающими, да, как Шаббат. Всем привет! Всем привет! Очень-очень рада быть здесь в эфире. Всем привет, кто подключается. Всем привет! Итак, мы с вами находимся в праздничные будни праздника Песаха Холь Амоет. Кстати, запрещена работа в эти дни, запрещено делать, запрещено стирать, да, по возможности. Если есть возможность не стирать, то отложить стирку, какие-то работы по дому, да. Вот, то есть в это время нужно отдыхать, взяться за себя, подумать, что мне интересно, как я могу меняться, что еще полезного могу для себя сделать и так далее. Максимально полезно использовать это время. И для всех, кто подключился к нашему эфиру, всем привет! Шабуа Топ! Всем привет! Добро пожаловать! Мы с вами максимально полезно используем время, потому что мы здесь встретились. Мы здесь сейчас с вами будем общаться. Всем-всем привет! Очень рада быть в эфире. Итак, как я написала в теме нашей сегодняшней встречи, что мы выходим, друзья, мы выходим. И второе, что мы с вами выглядим как космонавты или астронавты. Почему я употребила именно это слово, сейчас мы с вами разберем. Чем же мы с вами сравниваемся вместе с астронавтами, с космонавтами? В чем наше сходство? Всем шалом! Всем шалом! Итак, самое время, как я уже сказала, сейчас праздник Песох, самое время выходить из нашего личного Египта. На иврите слово Египет, Мицраим, точно состоит из тех же слов, из тех же букв, как и слово Мицарим, ограничение, да? То есть сейчас у нас с вами потрясающая возможность выходить не только из своего Египта, но и из своих ограничений. Всем шалом! Спасибо большое! Но и выходить из своих ограничений. Я вот недавно, буквально вчера мы с мужем посмотрели фильм, который называется «Исход». Понятно, что все фильмы, все книги, да, это только чей-то узкий взгляд на какую-то ситуацию. И там не все по Торе, понятное дело, но вот сами вот эти вот картины масштабно. Ты видишь казнь, как эта вода превращается в кровь, ты видишь эту саранчу, вот эти язвы на теле у людей, как это все выглядит. Ты видишь там, ну, вот эту вот смерть животных, как все это происходит, это очень-очень ужасно, очень страшно. Я говорю, блин, вот этот фильм, не важно, что там не все по Торе, да, просто оно вот реально вот нагнетает и дает почувствовать, что, вау, мы ведь там были, а как мы это видели, а как это жилось, мы же были рабами. Да, этот фильм очень четко дает прочувствовать, каково это нам было и каково нам было выходить из этого всего. Теперь мы с вами сейчас живем, посмотрите, в какое время мы живем. У нас дома стиральная машинка, вода из крана горячая и холодная, для детей памперсы, пеленки, шампуни, я не знаю, газовая плита, холодильник, хранить еду раньше, об этом вообще даже мечтать не могли, да. Мы сейчас с вами живем лучше, чем цари жили в те времена, реально лучше, чем цари живем. И это потрясающе, мы должны это использовать и для себя, и для других, для блага. Теперь, но как нам взяться за то, чтобы выйти вот за свои какие-то ограничения и, наконец, там, я давно хочу начать попробовать соблюдать кашрут. Вот как мне это сделать? Как мне действительно вот взяться за это и начать попробовать соблюдать кашрут? Вот с маленьких каких-то, да, то есть сначала не кушать бутерброд с сыром и с колбасой, не смешивать мясное с молочным. То есть попробовать начать с этого, да. Потом, ну, наверное, сейчас я прям продержусь и не буду не только мешать, а еще и держать после мясного 6 часов до молочного и после молочного час до мясного, да. Вот какие-то брать на себя маленькие-маленькие устражения и начинать соблюдать. Теперь, многие из вас могут сказать, нет, это не для меня, есть люди, пусть они там соблюдают, это слишком тяжело, это слишком сложно, кашрут в наше время, слишком сложно, да. Казалось бы, что это действительно очень-очень сложно. Но теперь, еще буквально 40 лет назад были выбраны Хаксамех, еще буквально 40 лет назад были выбраны 3 самых лучших космонавта, которые были выбраны для того, чтобы полететь на Луну, в космос. Теперь, эти космонавты, они готовились там 2 года, сидели на каком-то особом питании, потому что, когда они будут на своем корабле, у них будет особое какое-то питание, да. Им нужно было время, чтобы подготовиться, чувствовать себя удобно в скафандре, да, функционировать нормально, руки, то есть они привыкали, они учились это все делать, да. Теперь, представьте, что наконец-то эти 3 космонавта, они тогда уже вылетели, да, и ими управляет центр из Земли, да, пункт управления, который находится на Земле, они ими управляют, говорят, что делать, куда нажимать, как себя вести, да. И представьте себе на минуточку, если бы вдруг космонавты бы сказали, не-не-не-не, это не для меня, нет, что вы мне, я хочу свободы, не надо мне тут указывать, что мне делать. Похоже на нас с вами, не надо мне указывать Всевышний, что мне делать, я сама справлюсь, да, или если бы, не знаю, или если бы космонавты сказали, надоело, сниму, там, не буду одевать парик женщине, не буду зажигать свечи, да, астронавт, который находится на корабле, сказал бы, сниму скафандр, и в тот же миг бы, да, ему было бы плохо. То есть мы с вами чем-то, да, похожи на этих астронавтов, на этих космонавтов, потому что мы, да, зависим от пункта управления, и да, Всевышний нам говорит, что делать. Если мы хотим хорошую жизнь, да, если мы хотим осознанную жизнь, если мы хотим потом в грядущем мире таки, да, заслужить, чтобы у нас были какие-то заслуги, да, то мы можем либо быть космонавтом, который, да, живет как бы своей жизнью, но при этом он, да, слышит указания из пункта управления, и да, действует согласно им, или же мы можем и долетим нормально до точки, которую нам нужно до Луны, например, или же мы можем покалечить все на свете, да, и это в наших с вами руках. И это то, с чего нужно начать. Многие спрашивают, вот как начать соблюдать, вот как начать соблюдать кашрут, как начать соблюдать чистоту семейной жизни, вот, а как я начну, вот как мне пойти в синагогу, а как мне одеть кипу, это же все засмеют, а скромная надежда, одежда эта некрасива, вот как мне начать? Итак, первое, это очень важно, начать просто из понимания от того, что от нас зависит очень многое, и мы как космонавты, которые, да, действуют согласно каким-то указаниям, но эти указания ни в коем случае не даны нам, чтобы ущемлять как-то нашу жизнь, да, они, наоборот, созданы для нашего же блага. И позже, как только человек начинает соблюдать, начинает приближаться, он это чувствует, иначе мы бы все не оставались, да, в этом, в этом всем. Я тоже, я родилась в нерелигиозной семье, мне тоже это все далось нелегко, пока я начала приближаться, изучать, понимать вообще, зачем я здесь, зачем я в этом мире, что мне нужно делать, это, конечно же, берет время, но когда ты в это уже входишь, вникаешь, да, ты изучаешь, то ты понимаешь, что без этого ты уже жить не можешь, поэтому это нужно только вот здесь включить кнопку, что надо, надо начать, и, конечно, это получится. И теперь я хочу продолжить маленькой историей. Однажды в один из Песохов Любавический Рэбе очень часто раздавал людям кусочек мацы с благословением. И однажды маленького Йосиле послали вот в эту очередь, чтобы он взял мацу, взял благословение у Рэбе. И вот Йосила стоит, он ожидает там очень большие очереди к Рэбе, да, и он отстоял всю очередь, она, как ни странно, очень быстро прошла, и он дошел до Рэбе, и Рэбе дает ему кусочек, и мальчик он говорит такой, а папе еще мацу? И он дает еще кусочек, он говорит, а моей маме еще? Он дает еще маме, он говорит, а еще бабушке и дедушке? Он дает еще бабушке, дедушке. А у меня еще сестричка есть, Рэбе дает еще сестричке, и он говорит, спасибо, Рэбе, и приходит домой, и дома, когда он приносит Мацу и рассказывает, как он просил Мацу, он думал, что его все похвалят, но папа начал его ругать, ты что, как ты смеешь, ты отнял время у Рэбе, ты забрал у него его драгоценное время, ты продержал очередь, ты еще и Мацу взял, как ты мог, ты такой бесстыжий. И мальчику действительно было очень стыдно, что он так посмел в наглую попросить у Рэба благословения для своей семьи, и на следующий год опять Йосила послали к Рэбе, и Йосила уже запомнил с прошлого года, что нельзя так в наглую отбирать у Рэбе и время, и благословение, и он отстоял очередь, и приходит к Рэбе, и берет Мацу, и все, и уже отходит, но Рэбе на него еще смотрит, и Рэбе говорит ему, а почему ты не берешь Мацу для папы, для мамы, для бабушки, для дедушки, и дал, конечно же, еще Мацу для ребенка. То есть, во-первых, тут чудо, что Рэбе вообще запомнил этого ребенка, во-вторых, что ребенок, когда мы думаем не только о себе, но еще и о других, кто это выше всех-всех благословений, ребенок думал в этот момент не только о себе, что он возьмет этот один кусочек, и все, понятно, что он бы разделил это со всей семьи, но он переживал, а я хочу еще маме, о папе, о бабушке, я хочу еще всем-всем-всем помочь. Да, и это второй этап, когда мы, Баруха Шем, начинаем с небольших уроков на Ваикра, начинаем брать на себя хорошие решения, начинаем менять свою жизнь к лучшему, да, то второе, это не держать в себе, влиять тоже на своих близких, понимать, что если понятно, что это не нужно, да, как бы навязывать кому-то свою точку зрения, слишком давить, нет, просто если есть человек, который у вас спрашивает, то делиться, конечно же, с ним. Ты знаешь Алиф, скажи Алиф, ты знаешь Бет, скажи Бет, то есть искренне-искренне хотеть помочь всем людям, думать о ближних, думать об окружающих, и у нас все будет хорошо, потому что написано, что в этом мире, да даже вся Тора, сказано, что вся Тора, это Вафталареха Камоха, возлюби ближнего, как самого себя, все. Ну, вы слышали про эту историю, про учеников Шамая Гилеля, что он, в общем, если вкратце, то объясните мне, пожалуйста, всю Тору, стоя на одной ноге, и он сказал ему, вся Тора, это возлюби ближнего, как самого себя, все остальное комментарии. То есть это сама суть нам, научиться бороть в себе этот наш эгоизм и проявлять любовь к ближнему, это очень-очень тяжело, очень сложно, мы все такие разные, мы все такие, не знаю, глубокие, у каждого свой мир, свое понимание, два еврея, три мнения, да, это... и надо с этим стараться как-то ужиться и пользоваться во благо. Вот, спасибо всем большое за сегодняшний эфир, мне было очень интересно, полезно, спасибо большое, что мне есть куда стремиться, делиться с кем, есть с кем делиться тем, что я учу. Вот, всем хорошего-хорошего дня, мы выходим из своих ограничений, вот, пока-пока!